В Аршанском райисполкоме состоялась 51-я сессия районного совета депутатов 27-го созыва. На ней присутствовали депутаты Витебского областного совета, члены райисполкома, руководители управления, отделов и служб, предприятий, организаций и учреждений, контролирующих и правоохранительных органов, председатели совета в общественных пунктах охраны правопорядка, представители средств массовой информации. На повестку дня были вынесены три вопроса. Первый и основной из них – о состоянии законности и задачах органов местного управления и самоуправления по обеспечению правопорядка и борьбе с преступностью, защите прав и законных интересов граждан. Органами прокуратуры в текущем году принимались конкретные меры, направленные на укрепление законности, правопорядка, обеспечение общественной безопасности и дисциплины. Особое внимание уделялось профилактике преступлений и иных правонарушений, борьбе с коррупцией, экономической преступностью, защите социальных интересов, прав, в том числе несовершеннолетних. Анализ статических данных свидетельствует о том, что за 6 месяцев 2017 года на территории Аршанского района наблюдается снижение уровня преступности 751 преступления за 6 месяцев 2016 года до 704 преступлений. В процентном выражении снижение уровня преступности составило минус 6,3%. Следует отметить, что в Аршанском регионе уже на протяжении последних 7 лет наблюдается снижение уровня преступности. На 10 тысяч населения уровень преступности составил 44,7%, что несколько ниже среднеобластного уровня, который составил 44,9%. Вместе с тем необходимо ответить, что в анализированном периоде произошло увеличение тяжких и особо тяжких преступлений с 76 до 83, это плюс 9%. Раскрываемость преступлений составила 55,6%. Оровень рецидивной преступности составил 36,1%, что несколько ниже среднеобластного уровня, который составил 36,7%. В состоянии алкогольного опьянения у нас совершено 65 преступлений, что процентное выражение составляет 14,7%, и на 6,5% ниже среднеобластного уровня. Девять преступлений было совершено в отчетном периоде несовершеннолетними или привык участия. В истекшем периоде совершено два убийства. За аналогичный период предыдущего года было совершено одно убийство. Четыре преступления, связанные с умышленными причинениями тяжких телесных повреждений, в прошлом году было три. Не зарегистрировано фактов изнасилований, тогда как в прошлом году было два разбоев. В истекшем периоде совершено 12 хулигансов, в прошлом году было 10. За истекший период 2017 года на территории Оршанского района зарегистрировано 704 преступления, из них 44 коррупционные направления, при их уделенном весе общей к структуре преступности 6,25%. За аналогичный период 2016 года на территории района было зарегистрировано 751 преступления, из них 54 коррупционных преступления, при их уделенном весе общей структуре преступности 7,2%. Материальный ущерб от коррупционных преступлений в текущем году состоял 246 335 рублей, возмещен в настоящий момент на сумму 106 655 рублей. Прокуратурой района вместе с другими правоохранительными органами принимаются меры по активизации деятельности, направленные на выявление и пресечение коррупционных преступлений. В первом полугодии 2017 года прокуратурой проведено 4 проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, результатом их проведения внесено 7 представлений, вынесено 3 предписания, принесено 12 протестов на незаконные акты. Объявлено 5 официальных предупреждений, привлечено к дисциплинарной ответственности 11 лиц за совершение коррупционных правонарушений, к административной ответственности 1 лицу. По результатам только прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела. По требованию прокурора к материальной ответственности, привлечено в одно физическое лицо на сумму 1180 рублей. В обсуждении данного вопроса приняли участие представители различных структур региона. Два других вопроса касались решённых проблем в избирательных округах. С отчётами о проделанной работе выступили депутаты 7-го и 29-го избирательных округов Ирина Офицерова и Александр Яковин. Продолжение следует...